Музыкальная босс Наверняка многие из нас помнят эту заставку одной из самых популярных программ телекомпании ВИД О современной музыке, новостях, слухах и личной жизни звезд Рулевой обоза Иван Демидов А сегодня рулевой обоза, а на самом деле подкаста ZXChip Нодиус, всем привет В этом выпуске хотелось бы вспомнить те самые хиты середины конца 90-х годов и начала двухтысячных и немного поностальгировать, ведь очень много этой музыки было переложено на спектру Любой кавер сразу же узнавался, хоть поп-музыка, хоть рок и даже шансон воспринимался как нечто такое родное, любимое, несмотря на музыкальное предпочтение, ведь звучал так наш любимый спектрум Счастье есть Диджей Грув «Счастье есть» Реализация на спектруме от Диджей Конт Диджей Грув – это российский диджей, электронный музыкант, настоящее имя Евгений Рудин Карьеру диджея он начал в 90-м году и как музыкант известность получил после выхода композиции «Счастье есть» В котором были использованы сэмплы голосов Михаила и Реисы Горбачёв В разное время музыкант работал в качестве продюсера, писал саундтреки для фильмов и в 2006 году создал в Москве школу для молодых диджеев аудио Итак, слушаем Диджей Грув «Счастье есть» Спектрум нам подарил эту мелодию Диджей Конт Диджей Грув «Счастье есть» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Божья коровка, гранитный камушек Реализация на спектруме от KC Soft Также известен он как One, а может быть даже неизвестен Настоящим Алексей Витенко Группа была основана в 88 году И поначалу задумывалась как группа панк-перестроечного направления В 89 году группа выпустила альбом под названием «Начало шестого сигнала» И до начала 90 года о группе ничего не было слышно Так как клавишник и гитарист группы попали в состав группы «Мираж» В 94 году основатель группы композитор Владимир Валенко Возродил группу и снялся в программе «Звездный дождь» Где исполнил песню из пионерского детства «Гранитный камушек» Взяв за музыкальную основу, а попросту с плагиатив Известную мелодию Криса Ри «Rode to Hell» В том же году вышел одноименный альбом группы За главным хитом «Гранитный камушек» Который вы, конечно же, знаете Итак, слушаем божья коровка «Гранитный камушек» Но «Спектрами» нам подарил эту мелодию «Кэй Хи Софт» Акаббан Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ты прольешь еще немало горьких слез Он тебя не пожалеет, не простит Твоё сердце разобьется границ Твоё сердце разобьется границ Глюкоза Глюкоза – это российская певица, актриса кино и озвучивание, телеведующая обладательница премии 2003 года MTV EMA. Дебютный альбом «Глюкоза Ностра» стал международным хитом. Вообще, если верить всей известной информации о певице, Глюкоза весьма противоречивый персонаж. Образ анимационной девочки Оторвы очень неплохо ложится на такие факты. В 1999 году будущая певица снималась в фильме «Война принцессы». Незадолго до съемок она подстриглась под мальчика и режиссер снял ее с главной роли. И в это время она познакомилась с музыкальным продюсером Максом Фадеевым. По словам Фадеева, он познакомился с дерзкой, наглой, пьяной девкой, которая с балкона заблевала нижний балкон режиссера. Продюсер выдернул Наталью в тот момент, когда она начала нюхать клей и пить портрей. Максим Фадеев придумал новый проект с простой музыкальной формой и мультяшным голосом. Первый сингл «Шуга» для проекта продюсер сочинил на детском синтезаторе своего сына Саввы. Следом за первой песней Фадеев сочинил еще несколько композиций «Ненавижу, малыш, невеста». Образ глюкозы в клипах «Девочки с хвостиками в очках» был создан в студии «Муха» из Уфы. Только после создания образа Натальи Ионова была приглашена Максимом Фадеевым в проект. В июне слушатели смогли увидеть глюкозу. В сентябре Наталья поехала в мировой гастрольный тур «Глюкоза на остро». Фадеев пошел на хитрый ход, чтобы глюкоза вдруг не сорвалась и не пустилась во все тяжкие во время гастролей. Он нанял в качестве администратора женщину-офицера ФСБ, которая постоянно находилась рядом с буйной артисткой на протяжении всего гастрольного тура. Тем не менее, песни «Глюкозы», песни Максима Фадеева мы все очень любим. Цена спектрами от Макрос. Ненавижу тебя. Ненавижу тебя. Ненавижу. Тату – это музыкальный коллектив, состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной. Группа была создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповалым совместно с композитором Александром Войтинским. Тату является наиболее успешной русской поп-группой, добившейся мировой популярности. Их синглы «Англо», «Тату» и «Русскоязычная» возглавляли хитрый парады в России, Австралии, Великобритании, Германии, США, Японии и других странах. Их дебютный англоязычный сингл стал одним из самых успешных синглов года и возглавлял главные музыкальные чарты мира. Тату является первой и единственной российской группой, получившей награду IFPI за число проданных альбомов. Юрия Волковой на момент создания группы было 14, Лене Катиной – 15. Для этого дуэта Шаповалов придумал создать лесбийский имидж. Девушки были знакомы до создания «Тату» и обе выступали в детском вокально-инструментальном ансамбле «Непоседы». Всего за время существования группы было выпущено 8 альбомов и более 20 синглов. «Тату» нас не догонят реализации на спектрме от Нико. «Тату» нас не догонят реализации на спектрме от Нико. «Не догонят, не догонят, не догонят, не догонят». Зимфира «До свидания» Реализация на спектруме от DJ Max Зимфира – это российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен. В начале 1998 года Зимфира переехала из родной Уфы в Москву, где начала работу со своей группой «Зимфира» над первым студийным альбомом, выпущенным спустя год. С 1999 года Зимфира выпустила 6 студийных альбомов, получивших значительное внимание прессы и публики. С момента появления в шоу-бизнесе Зимфира много раз изменяла внешний вид, манеру поведения на сцене и общения с журналистами. Ее поведение на публике нередко было эпатажным и вызывало неприятие прессы. Зимфира также отличается перфекционизмом в работе, жестким разногласием с музыкальными продюсерами, поэтому она часто продюсирует свои альбомы сама. Музыкальный стиль Зимфиры относит к жанам рока и поп-рока. В ее музыке находят влияние как гитарного попа, так и гармонии джаза и босса новой. Итак, давайте послушаем Зимфира. До свидания. На спектруме нам подарил эту мелодию DJ Max. Играет музыка Играет музыка Субтитры сделал DimaTorzok 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 Организаторами группы стали гитарист Юрий Здаренко и басист Александр Пипа, которые до этого с 1984 года играли хэви-метал в группе SOS. Переломным моментом для друзей музыкантов стал 86-й год, когда произошла встреча с Даренко и Пипой с музыкантом-шоуменом Олегом Скрипкой. Четвертым участником Бопли Видоплясова стал ударник Сергей Сахно. Название новой группе предложил Пипа. Музыка группы испытала заметное влияние рок-н-ролла, панка и разнообразных этностилей. Участники группы не имеют музыкального образования. Скрипка пришел в рок-н-ролл из театра и из военного завода, где после учебы в Киевском политехническом работал инженером. Сдаренко был водопроводчиком, Сахно учился барабанному делу ударника киевского мюзик-холла, а Пипу выгнали из музыкальной школы еще в младший класс. В 87-м году Бопли Видоплясова дебютировали на фестивале Киевского рок-клуба, где получили приз группа года. Песней года стал их «Плач Ярославны». В первой концертной программе коллектива звучали песни «Товарищ майор», «Размова» с «Махат мою», «Буды деньки» и «Танцы». Именно танцы стали почти неофициальным гимном группы. Это произведение пересекло границы республики и познакомило остальные города Советского Союза, тогда еще с многообещающими дебютантами из Киева. В 97-м году был подписан долгосрочный контакт с компанией SBA, Dollar Records, выпустивший новый альбом «Музыка» с новым супертомом «Весна». Дельфин Дельфин Российский поэт и музыкант, бывший участник и автор песен хип-хоп трио «Мальчишник», группы «Дубовый Гай» и проекта «Мишины Дельфины». Больше всего известен благодаря своему сольному проекту. Дельфин в настоящее имя Андрей Лысиков родился в сентябре 71-го года. К отце 80-х он объездил весь союз как участник танцевальных хип-хоп команд. Зимой 91-го года была организована группа «Дубовый Гай» и в этом же году Андрей пересоединился к группе «Мальчишник». Однако после нескольких скандалов «Мальчишника» на телевидении Андрей покидает группу, а также закрывает свой проект «Дубовый Гай», но начинает работу над проектом «Мишины Дельфины», что впоследствии перетекает в основной сольный проект «Дельфин». В 97-м году выходит пластинка «Не в фокусе». В январе 98-го журнал «Ом» назвал песню для любви людей «Песни года», а в 99-м году альбом вошел в 50 лучших альбомов. Всего «Дельфин» записал более 20 альбомов во всех проектах, в том числе в проекте 2020-го года «Механический пес» с альбомом «Темпертура Гайной бумаги». «Дельфин» и ремикс его песен на спектрме от «Мико». Кто первый, тот ненавидит, кто любит, тот отстает. Кто, что слепой, не увидит, зрячий тут же возьмет. Тому, кто ждет сострадания, в горле костей встанет зло от великого желания делать людям добро. Но всем же хочется верить, что где-то прячутся глаза, в которых тайное сердце, кровоточат слеза, в которых видно на белке более красную нить. И ради этих глаз я буду жить. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok